МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Музыка продолжалась и продолжалась, и он буквально взрослый. И тогда, в том числе, в том числе момента, он снова ввел, и он продолжался. Но он мог очень долго стиль сделать, чтобы ничего не было. И именно это очень важно. Вы знаете, что в музыке тоже? Вы знаете, что в музыке тоже слушает, когда начинается? Да, да. Вы знаете, что в музыке тоже есть. В различных способах. Это очень-очень, глянная способ. Ее способности в музыке тоже с момента. И поэтому на X, это очень-очень, очень быстро воздух, и очень зала о том. Не о том, что нужно очень-очень, очень рег filling. Сразу, что начало, очень-очень. Это очень серьезная способность, если ты очень-очень. Паузы, которые он может приятелить. Но тогда ты благодарен чего ты BROWN и в мунике. Это очень сложный. Тем более чем под тем, что с удовольствием выразить в музыку, это может быть очень крутым способом, но если ты «сообщеновый» на ритмисе, Я считаю, что это не очень важно, как ритмес-экспекты, которые расширены, 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 расширены на очень высоком уровне. В музыке тоже очень важно. 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 Продолжение следует... 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 Беста на тромпете. У нас есть много тромпетов. У нас есть много тромпетов. В начале барок. В конце ренессансе. Думаю, что можно говорить о тромпетах. И саксофоном более чем 100 лет. И тромпетах очень много изменений. И саксофоном остался всегда. И это же, что у меня есть много тромпетов. Что такое, что у нас есть много тромпетов. Но саксофоном, как его даст, и еще один год назад. В нашей семье. Ваши. Ваши. Как вы можете видеть, как вы саксофоном что-то мне кажется? Ну, это этот saxophone. С ним он лежит в зенном задании, в этой вере покрытие я заново посещал, чтобы мне купить, чтобы его домили. Заксофон, который состоит из некоторых частей. Это то, что это большая часть. Это то, что он не имеет значения. Он не имеет значения. Вы можете также делать звук. Если вы играете на звук, то вы не получаете звук. Голуи? Nee, эрблайнер. Ладно, als ik hem dicht doe. Nou, dat is het principe van een hele oud soort fluit. Hoor je alleen wat geruis. Als je zo op de knoppen drukt, dan hoor je eigenlijk al, dan kun je al tonen horen. Dat is nog beter als ik hem helemaal, als ik het halsje draaien hou. Nou, dit is het halsje. Dit is een buis met gaatjes. Het principe van, eigenlijk fluit eigenlijk al. Je hebt een stuk riet, of wat dan ook, met gaatjes erin. En die gaatjes, als je de vinger erop drukt. Als je de gaatjes dicht maakt, wordt de buis langer. Als ik alles dicht doe, dan komt de lucht hier aan het einde eruit. Want als ik de gaatjes open hou, dan komen ze er hier boven uit. Daar zitten klepjes op. En daar hou je de gaatjes mee dicht. Dat is dus een heel ingenieus systeem, wat door Adolf Sax in de tijd van de industriele revolutie is uitgedacht. Dat hele systeem, nou niet helemaal. Hij heeft dat afgekeken van de clarinet. De clarinet is de voorvader van de saxofoon. De clarinet is alleen, is van hout. En de saxofoon, die is van metaal, van koper. Koper legering, in principe. En daar zit dan een laagje zilver of goud overheen voor het oog. En misschien gaat hij er iets beter op klinken. Dat is dus de buis. Die is niet lang genoeg. Maar zo is hij wel makkelijk te vervoeren. Daar bovenop, daar zit een halsje. Dat is dit, dit kromme ding. En daar weer aan zit een mondstuk. Dat heb ik er meestal op zitten. Dat is wat makkelijker, dat vind ik wat makkelijker. En dat, dus dat halsje, dat is gewoon een verlenging van de buis. Daarmee is hij dus af. En, nou heb je dus de buis op lengte. Kijk, dan hoor je de toon eigenlijk van de saxofoon op. Dat is dat heersteigend nog stil. Dat is niet zo. Het is niet zo'n nu. Dat is dan ook een aandacht. Dat is dat heersteigend nog speler. Dat is toch niet zo'n nu. Dat is het heersteigend nog speler. Dat is dan ook een aandacht. Ну, так как это звучит как шоксофоан без монастык. Это выгодка, как вы можете, чтобы выключить тромпет. Вы можете сделать тромпет-монастык. Это проще, которые у вас были из-за этого. Для этого выключить очень шоксофоан. Вы можете сделать это шоксофоан без рит. Выключите крюки, в то, как выключите кларинеп. Аминь. Монстры – это является одинанный в движении. Причем, как он – это является лучшим образом, урт. Ну, яююю. Решить нет. Нарезать тоже не так, потому что оно не бывает. Это смирный. Это можно, что с макустом, и корточком, это одного из-за кинополя. Это можно. Там title, камня. Это – это рида. Монстры – это можно, где есть, в разных метрах. Там значит рит он углубится на солнце, в четвертойethе, в четвертойне и в гидрообки еж такой, как в четвертой, деград на солнце, в четвертой, в четвертой. Руимте, или ручка, или кром. Это все определено, что вы можете получить. И это вы можете сделать с тем, как вы можете сделать. И это будет именно так. В магазине можно купить их в магазине. Некоторые люди снять их немного. не прежде чем это. Это не как жарко. Трудно. В этом году можно вырезать свои ритмы, это очень много работ. Вы можете немного медитативно поделиться. Завислены шарфонисты, это немного луи инструмент. То есть ты покупаешь в магазине. Папаешь ритмы. Вызываете свои дожители, которые вы думаете, вам нравится, и то есть ты ее выбираешь. Это немного немного, но он делает это еще не так. Но он не работает, но он не работает. И тогда он не работает. И если он будет более, то будет длиннее. и и как-то... Если вы... Зо будет, то будет дар. И если я сделал, то будет только хуже. Если он более уart, то будет немного, если он более volно, то будет очень широкую. Если он более wing, то будет лага. Если он более раздел, то будет более широкую. Поэтому вы можете использовать различные сортов learning. Это одна наутся сахсофон. Если вы... Если вы... Готное дело, как так далее, то есть это звонор-заксофон. Это маленький саксофоан, так это сопрансаксофоан. И так utilitiает есть пять комментирования себя с шестью с этими другими. Один из них, будет работать на саксофоне, без к созвучий. У нас есть несколько секунд, а здесь фигня есть очень любая эта модная? Нет, это монастыка очень сильно изменивается в том. Хотя этот монастык столько, один из этого нет, но с этим не apיצается. Если это плохое, то нужно начать от клиента. Но это работает. Получают идеальные вставы. хаула. Клайные саксофоусы, которые вы можете просто, как парнинер, для вас спелить. Какая мелодия вы играете? И мы можем ее сейчас сделать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы тоже играете на улице. И что мне кажется, что вы уже слышите себя так далеко. Много больше, чем ваша коллега-саксофониста. Где вы получаете эту силу? Как вы играете? Да, я обычно думаю, что я часто играть немного легче. Что я играл в игре. Это тоже шарм. Но в этом смысле я не знаю, что в игре я не буду играть. Но в этом смысле я играл в игре. В игре я играл в игре. Но я играл в игре. Я играл в игре. Это имеет сообразие. и это очень важно. Это тоже очень мое мнение. Я очень радуюсь от энергии в музыке. И в общем, в качестве в качестве оборудования, это очень важная вещь. И также другие мнения могут быть. Но это имеет отношение. И я имею в виду, что это возможно, Это очень много учитывающих. Ну конечно, принцесс тоже тоже. В общем, у всех учреждения учитываются очень много тенни. Да, но для чего-то не размещать. Д equanimrar, ну я тоже, он с советом. Но это все, что это помогает мне. Но это все равно в целом. И это то есть, что это за шагсофон, как он заказывает. И каждый у меня тоже не имеет никакого шагсофона, но это всё то, что он так звучит как и один из-за своих шагсофонов. Вы сказали, что это очень сложнее для отзыва от saxофон, чем из тромпет. Вы можете объяснить, как это происходит? Да, это немного интересная тема. Это очень много связи с монастыком. Если я из-за saxофон-монастык и выключу и выключу из тромпет-монастык, то будет очень много, очень много. Это очень тяжелее. Я очень много, чтобы вы一直 в голову, можно и делать это в тромпете. На тромпете есть только три кнопки. И все остальное надо делать. В секретной стороны... Это тоже, если у вас есть всегда о том, то есть все и все, на руках. Этому. То есть, как вы можете делать это больше. Это не так, что мы не можем делать это саксофон. Это все зависит. Это, как это, более пиано спелы, чем тромпет. Это монастык, это сложно сказать, чтобы это было. И все это, что происходит, это очень важно. И это очень важно. в том, что это очень важно. Думаю, вы готовы делать лезть или готовы делать лезть для людей, которые лучше саксофону будут ленеть? На данный момент я не лезть. Я уже не дам лезть. Я очень много лезть лезть. Я думаю, что это очень приятно. Я делаю это очень хорошо. Я думаю, что это очень круто. Я думаю, что в последние 15 лет очень много людей из консерватория И так как сейчас, как и другие какие-то люди, которые хотят вести к нам в неделю с кем-то здесь, и поэтому и для тех, как и для тех, которые, как и для тех, как и для тех, чтобы было много полезным, а для тех, кто-то на них, как и для тех, кто-то, что это не значит, что это меньше или меньше. И это же не значит, что с saxofoом, что это меньше. У него Шет Бекер, который здесь в Амстердам из-за того, как в уходе от этого, был известен, или он слышал, и вы не знаете, что многие и многие музыкальные и алкоголь были в дно. как это произошло с Шарипакер? Да, это конечно... Я надеюсь, что это драматическое происхождение в джессе. Есть много разных фильмов. Это очень поздно. Можете сказать, что люди, которые были в таком состоянии, были в проблемы. Я не знала Шет Бекер, я не знала. Я не знала, что он играл. Я узнала очень много в Бимхуис. Я очень много слышала. Но лично контакты с музыкантами, я очень много связан с тем, как это было. И как это выглядит, я тоже знаю из истории, которые мы из книги и рассказали. Я хотела бы это обновление о том, как ритме. Ритме имеет большую роль в образовании. Курекунст. Там, мы делаем их очень много, очень много цветов, из-за больших форм. Например, когда вы, например, в рот колесе, все кронки, которые все ритмические обращаются. Ритме, это очень очень просто просто вещь. Как вы думаете, дробная крана, звук из-под стулы, звук из-под рима, звук из-под рима. Как вы хотите вы обозрительной теории древней? Я имею 2 вещи, метру и ритме. Метром, дематор. 4 раздела в дематор. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это метром. Это будет продолжаться. И вы делаете музыку в одинаковый кусок. Чтобы вы делаете. И это очень важно. И это очень важно, что будет играть. Это ритм, это что-то, что происходит. И это, наверное, с тем, что происходит, которое происходит в одинаковое, и в других трёх, и в том числе, в начале, и в последнее время, даже если вы делаете, то есть много воздушных патру, для всех ритмических патру, которые проходят в это ритме, лопать и лопать, это патроны, которые приходят вернулись. Единственные инструменты и ритмы. Африкаанская музыка. Все ритмические патроны. Все ритмические патроны. Это все ритмы. И еще раз, есть ритмы, которые не будут идти, они не будут идти. Они будут идти, они будут идти, они будут идти. Это очень другой вид в ритме, когда в ритме много вируса. В ритме будет двигаться в ритме, и это как вы можете сказать, это это левая деятельность в ритме. Это ритм, это движение. Метром скорее всего очень быстро, это движение. Это движение от времени. Это движение следует... Как мы на насчер bellev powем, как двигатель, как пакет. но, как ты говорил, ты движешься. Когда ты говоришь, ты говоришь, ты делаешь это, ты делаешь это. Это ритмы, которые музыка очень интересна. Я понимаю, что это хорошо, как так донсер вообще не стал ритм. И как в первую группу Риверданс, которая Риверданс спеет, тоже нет ритме, так что там вообще никакой мелодии не подходит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что в ритме всегда есть мелодия. Мы должны быть в том, что мы видим ритмы, как ритмы, и на мелодия, как мелодия, как мелодия, но это происходит очень часто в ритме. В Африкаунском музыке есть много мелодии в тромбе. Это почти всегда так. Если вы хотите посмотреть на конга, то он будет спать, то он будет видеть, что он будет на одной стороне, на другой стороне, на другой стороне. И вот именно это можно рассказать. И это тоже в тегдансе. Это очень много нюансов. Но поэтому ты делаешь то в ритме. Я думаю, что это только ритме, но если вы думаете, что только один сток, только один путь, только один материал, в другой патрон. Тогда вы только ритме. И тогда вы должны с самым ритмом. Иначе вы тоже тоже то-но-но-но-но-но-но. Сейчас у вас есть концерт в Индии, о том, что ритмес-экции очень важны, что это ритмес-экции. Я понимаю, что ритмес-экции есть для ритмес-экции, чтобы дать ритмес-экции и степенность на тромпетисты, саксофонисты и другие инструменты, чтобы они не ракут из-за того, что я думаю, что это очень сложный вопрос. Я думаю, что с мутиком, я думаю, что с мутиком, с группой в которой я учусь, для многих концертных концертов, вы хотите еще больше мутиком мутиком. И тогда я начинаю делать метрическую музыку. То есть, чтобы сделать немного структуру музыку. Но даже тогда можно не сказать, что ритмесекция есть только для того, чтобы формироваться в целом. Возвольте... ...много положения в глазах. И... ...много положения. Делать в помещения. Использовать форм в койке. Возвольте все возможно. Используйте... ...много повышения. Грустите, что мы используем. ...много более аккуратно и красиво спели. Но если вы не можете добавить что-то больше, чтобы это чувствовать, что это очень вкусно. Особенно, если это не очень хорошо, то будет это очень саи. И это очень важно, что эта ритмесекция, что она чувствует, что она чувствует, что она чувствует, что она чувствует ритмесекция. Это функция для ритмесекции. И также приспособление с человеком, который improviseет. Это не то, что вы должны пры на ритмесекции, но это не то, что вы висел, что происходит. Тогда вы будете спрятать с ритмесекция. Но если это не то, то вы не сможете с эмоцией. в музыке. Вы сейчас в вашей группе друмстер, это очень специально, но не так много проходит. Можете там что-либо сказать? Да, Лосе, ну да, это не так много проходит. Есть много хороших друмстеров, я знаю, что здесь в Амстердам лопают и мы тоже вели еще несколько. Но это было немного для того, мы нашли друмстер, и то я вернулась в Амстердам, она известная, и она известная, и это очень хорошо. Да, Лосе очень классическое пианист, и это все, чтобы сделать это, что делать что-то не так. И мы очень рады с этим. Сейчас я думаю, что с аксофоном обычно обычно жезти. Но модерн классический компонист Darius Millot использовал жезти в «La creation du monde». И Леонард Бернстайн использовал жезти в «West Side Story». Использовал жезти в «Леонард Бернстайн»? Не знаю, я это знаю. Когда я саксофон-лес и так. Саксофон-методов были для большинства классические музыки. Это классики, которые ты делаешь. Такие вещи я делаю. Но очень много времени. И я еще не буду играть на странице, но я не буду играть. Это «Трама Рай» из Шуман. Я думаю, что это очень круто. И я хочу сохранить в репертуар. И еще я думаю, что я мог бы еще раз посмотреть в Bach. Это конечно всё, что я не спел, и я не был брофс-музикант. Моя длякуртургия тоже идет на геимпровизирование музыки. И я делаю лифтурные вещи в том, что я делаю. Или я делаю музыку самым, например, Морока, Турк. Турк. Это очень круто. И это в комбинации с джазом. Да. Дальше. 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 Это было в Франклик. Санкт-Петербург. Дальше. Артур Роденгер. Франсис Полан. Дуре. Мадам Байевер. И самец. История. Дальше. К слову. meglio Frau sahaja. У него были эры. Присует... Ссилоги. Дальше. Оно. Одно. что есть сотрудничество между художниками, музыкантами, художниками. Да, это было в период больших движений. И в качестве художника, в которой каждый работал с художником, делал их вместе, и делал их вместе. Это было очень впечатляемо. И я думаю, что это жалко, что мы здесь ничего не имеем. Это было очень много места для новых вещей. Я думаю, что это очень сильно стимулирует. Да, конечно. Есть ли не такая большая связь между jazz-музикой и классической музыкой? Вы сказали бы, что вы хотели играть Шуман. И я спрашиваю, что это возможно, чтобы на саксофон-вариатии на втором Симфонии с Браэмс? Это может быть? Да, это может быть. Да, это может быть. Да, это может быть. Да, это может быть. У нас есть классические саксофон-квартеты. Они звучат почти как фиоол-квартеты. Это почти не верно. И я тоже спрашиваю, почему они это делать на саксофон-квартеты. Это не совсем верно. из инструментов, с инструментом. Вы можете, как это сказать, две петки с тем, а если в том, что вы говорите, что это действительно разница. Думаю, это всё-таки. Один типичный инструмент в том, что это очень личный инструмент. Продолжение следует... Jazz heeft iets binnen die klassieke muziek, wereld, bewerkstelligd om dat een soort openheid in te brengen. Dus die twee, daar zit een soort bots in tussen die twee, maar je moet ook zeggen dat er een wederzijdse bevruchting van die twee is. En in de hele nieuwe, modernste stromingen in de jazz, meest onderzoekende stromingen in de jazz geïmproviseerde muziek, moet ik misschien meer zeggen, daar loopt compositie en improvisatie ook heel erg door elkaar. En daar kent men ook die verschillende tradities en verwerkt men die erin. En van de andere kant geldt hetzelfde voor de klassieke muziek, of, ja, dit mag ik niet meer zo noemen, maar zeg de moderne gecomponeerde muziek, die maakt ook gebruik van alle denkbare elementen daarin. Dus het komt steeds dichter bij elkaar. MUZIEK 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 Продолжение следует... 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 Это может быть выражен для музыкального права. Как вы ответите на это? Да, это выглядит так. Но... Талент, конечно, трудно definить себя в том, что человек делает. Talent kan ook best breder zijn dan de resultaten van het gecomponeerde of gespeelde werk. Ik kon bij muziek ook heel veel techniek kijken en uiteindelijk kunnen er mensen zijn die heel talentvol zijn en al praten in een muzikaal milieu bijvoorbeeld muzikale ideeën ontwikkelen. Die ook van muzikaal talent getuigen. Ik neem nou iets heel geks, iets wat dus een beetje buiten het gewone denken over muziek ligt om te laten zien dat het ingewikkelder kan liggen. En dus het hangt ook heel erg vanaf wat je benadrukt. En in de loop van de tijd zijn er ook verschillende dingen en andere dingen in muziek benadrukt. Als je naar de klassieke muziek kijkt of naar de jazz kijkt of naar zeg wat men volksmuziekachtige muziek noemt kijkt. Dan zijn er andere dingen die als muzikaal talent worden aangezien. Daar zit verschil in. Er zijn verschillende benaderingen in. Talent om in een concertgebouw of in een symfonieorkest te spelen is een ander talent als een talent wat je nodig hebt om noem maar wat een goede flamencozanger te worden. En componeren is een ander talent dan goed muziek van blad kunnen spelen of überhaupt goed muziek kunnen spelen. Dus muziek vraagt om een heleboel verschillende talenten. En die zijn op allerlei verschillende manieren voorraadigd. Dus dat ligt ook gewoon veel complexer. En als je alleen al kijkt naar het spelen van muziek dan kun je muziek spelen vanuit, zeg meer vanuit je soul. Dus dat zit in heel veel volksmuziek zit dat. Je kunt de expertise, je kunt de melodische genialiteit benadrukken. Je kunt de complexiteit van de harmonieën benadrukken. Dat zijn allemaal verschillende talenten. De ene heeft het zus en de andere heeft het zo. Je kunt ook muziek maken wat eigenlijk vooral met dramatische spanningen werkt. Dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden om muziek te benaderen. Ik denk dat je dan ook iets anders, op een iets andere manier naar het talent van een bepaalde muziekus kijkt. Dus daar zit ook heel veel variatie in het talent wat je in muziek kan terugvinden. Nu ben ik zelf helaas iemand waarvan me vindt dat hij vals zingt, altijd vals heeft gezongen en altijd vals zal blijven zingen. Maar wie bepaalt dat eigenlijk en wat is vals? Nou, wat vals is, dat kun je eigenlijk tamelijk fysiek meten. Dat is gewoon niet goed de juiste toon zingen. En eigenlijk kan dat alleen maar als je het in context met andere tonen. Dus als iedereen een bepaalde toon zingt en jij zingt er net een fractie onder, dan zing je wat mijn mond vals. Dat zijn dus hele muziekterritoria waarin op een bepaalde manier niet precies die toon zingen. Dus heel gewoon is. Dat is nu wel een kant eraan. En er is nog een andere kant aan. Je kunt vals zingen en toch goed goede muziek kunnen maken. Want ik heb ook niet zo'n goede stem. Er zijn heel veel mensen die muzikant zijn en die niet zo'n goede stem hebben. Moet je het op een andere manier doen. Er zijn meer mogelijkheden om met muziek om te gaan. Ik zou toch nog graag even door willen gaan op dat vals spelen. Zou u alsjeblieft op uw saxofoon eerst een stukje correct kunnen spelen? En daarna een paar tonen echt heel vals tussenin kunnen zetten. Zodat we kunnen horen wat het precies is. Het is niet zo'n hele makkelijke opdracht hoor. Want met één instrument vals spelen, dat is maar net hoe je het bekijkt. Kijk, vals spelen dat is, valsheid krijg je op het moment dat je meerdere stemmen hebt die niet met elkaar kloppen. En vals spelen binnen een melodie, dat kan in zekere zin als je noten speelt of zo intoneert. Dus de toon zo maakt, dat ze niet meer met de andere noten kloppen. Maar, dus, heel veel mensen die denken dat je op zich al kan zeggen of een toon vals is of niet vals is. En, dus als iemand tegen mij roept, als ik in mijn eentje sta te spelen, je speelt vals. Dan weet ik niet of zij dat wel echt kunnen horen. Omdat je, je moet het ergens aan relateren. En, dus, met je eentje vals spelen, dat is moeilijk. Als ik één toon speel, kun je niet zeggen of die vals is of dat die niet vals is. Dat kan je pas als je die andere toon, die je eigenlijk wil horen, daarnaast laat horen. Dus je kunt hoogstens zeggen dat er iets merkwaardigs aan de hand is of dat het niet toonaal is of zo. Maar vals, dat is heel erg moeilijk om dat te bepalen. Ja, nou, ik ga om te beginnen, en dat is het makkelijkst, iets spelen wat gewoon binnen één toonladder in of mee ligt. Dat klinkt voor ons dan als gewoon en als, het is niet vals. Dat klinkt voor ons. Nou, daar zaten wel een paar gekke tonen bij, maar dat mag je niet echt vals noemen. Nu kan ik dus ook dingen gaan doen die dan niet meer kloppen. Nou, dat is heel erg moeilijker om bewust tonen te zoeken die niet kloppen met wat je doet. Dan kan ik ook nog tonen zoeken waarvan ik echt weet dat ze niet kloppen. Maar dat is nog niet vals. Bijvoorbeeld dit. Dat is niet vals. Dat zijn wel tonen die op een gegeven moment de toonladder uitlopen. Dit is nog steeds niet vals. Dit zijn atonaal soms. Dit is dubbeltonen. ZANG EN MUZIEK Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимaTorzok ДимаTorzok 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 турксе музык, но это также в индии музык и в арабском классике музык. Там есть использование тоососстантов, которые маленькие. Паку вверх, они лежат 1,9, вверх, они находятся в том, что мы как нормальные тоососстантов. ТОН gallется сломать в течение. Это тоостелластия, который наградим другими тонов, чем мы в обычной музыкой, просто использовались. ТОН ТОН То есть иначе включается хорошая тона. ТОН люди это красиво. Это в результате так, что каждый то, который вы слышали, на себе не ошибся. Это не так, что все хорошие компонисты, и драмы, и saxophonисты тоже могут быть хорошо сцены. Или это так, что кто-то, кто-то не может сценить, Ну, я, я думаю, что не все инструменталисты могут быть хорошо, но это очень важно, если это очень важно, что это очень важно, что ты можешь слышать, что ты делаешь, но это Это не всегда очень хорошо, что нужно быть очень осознанным. Я думаю, что это очень много возможностей. Поэтому, чтобы быть хорошим музыкантом, не нужно по-прежнему, чтобы не было хорошо звучать. И, да, я не могу сказать, что все тонны хороши. Это тоже другой стороны, но хорошо. В том же чест-балет-лира, Филипс Вайт, там был шат из-за черного опера-зангласса. Он сказал мне, «Бабы, вернитесь мне, все-таки могут учиться. И Филипс сказал, нет, 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 она может учиться, она не может учиться, и она никогда не учиться. Как вы думаете, если вы учиться очень молодым, то если вы учиться с 4-5-х годами, то вы можете получить то, что каждый может учиться? Или есть ли это люди, которые это никогда не будут учиться? Ну, я не знаю, но я не могу это делать, но я думаю, что человек, кто-то это уже, или человек, который будет тихо, или человек, может быть, может быть с детьми и они могут быть жалтым, что это может быть возможным, и что нужно даже детям все равно будет зелеть. Я думаю, что это было в больших проблемах, что мы в школе сзамен, было того, чтобы все было, так что все было зелеть, и мы не могли бы выдать. и это очень много. Идет, что это очень сложно. Это очень сложно для всех, и для многих, это очень сложно. И это, конечно, очень много, и это очень сложно. И это очень важно, и это очень много различных. Но каждый может быть в своем способе, почему ты всегда должен делать это самим образом? Как вы думаете, в очень много разных музыканах, музыканная мелодия не имеет никакого цвета, и не имеет никакого цвета. В оркестре, даже классики Индии, или классики Аравии, мне пишут, что все равно она играет, но она играет на своё личное имя. Это мы уникалием. Это имеет отношение к нашей природе. Это было так, когда мы были лестцем, что бланка женщин были как они хотели, Слышать, что они хотели, чтобы выиграли, чтобы выиграли, чтобы выиграли. Но вы не понимали того, что Антеллианцы и Американцы, которые могли сделать. Это выяснилось. Это было не вопрос о discriminации, чтобы они не были бланки в группе. Вы могли как бланка лезть, но это не было ничего. Я не знал, что хорошие классики танцевали, но это никогда не произошло. Уже, когда музыка, я был в этом году, но я был в этом году, и я никогда не видел это. Даже не видел танцевали танцевали, но в этой группе, с этими этими ритмами, Ритмус, kon je het gewoon niet echt leren. Je kon het niet evenaren. Daar zit ook zo'n verhaal in. Het hangt er heel erg vanaf. Op welk moment begin je waar mee? En wat heb je meegekregen als achtergrond? Ik geloof niet dat dat in de huidskleur ligt. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met waar iemand mee opgegroeid is. Als een wit kindje in een volstrekte zwarte omgeving is opgegroeid, dat komt ook voor. Dat soort gevallen. Dan dansen ze net zo goed diezelfde dans. Er zijn natuurlijk ook zwarte meiden die zo wit opgevoed zijn dat ze ook geen poot kunnen verzetten bij wijze van spreken. Dat speelt een rol. En als je dan blank of witte mensen krijgt die na een bepaald soort lichamelijke opvoeding jazz wil dansen. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat gewoon veel moeilijker is. En dat je dat niveau veel minder makkelijk haalt dan iemand die zijn hele leven eigenlijk in feite op die manier al gedanst heeft. Al heette dat toen nog geen ballet. MUZIEK 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Менцы говорят, что очень часто, что человек имеет talent для классики, или что-то другое. И они пикутся от него. Но это происходит. Но есть также люди, которые у них есть другая леергия. Я думаю, что вы не дуно говорить о том, что вы не дуно говорить о том, что вы можете делать. У себя можно лето, вы даже пишете музыку. Есть также крупные saxofонисты, тромпетисты и музыки, которые не могут это делать? И даже не могут спать все, что они хотят? Ну, сейчас нет, я не думаю. Но, примерно 30-40 лет назад, то были легионы, чтобы это сказать, которые играли хорошо, но не могли лезть. И это было очень просто. Я имею в виду, очень много Суринаамск, очень много Антеллианск, очень много Латинсо-Американск, которые из своей традиции были очень хорошо играть, для того, чтобы они не могли уничтожать. Это было очень часто, но в данный момент, что много происходит в обществе. В Америке есть университеты, университеты, и другие. Музиек-шолен. Dus iedereen die een instrument vasthoudt, die, 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 die heeft vaak noten leren lezen. Maar er zijn andere deels van de wereld waar dat nog lang niet per se altijd het geval is. En de basis van heel veel, veel, veel andere soorten muziek is altijd toch het oor geweest. En uiteindelijk is dat, blijft dat de essentie, want je kan nog zo goed de noten kunnen lezen. Maar als je, als je, als je de dingen niet hoort, die, die, waar het om gaat, dan, dan, dan wordt het nooit muziek natuurlijk. Speelt u ook in jazz muziek cafés en verlangt het u er in uw hart ook niet naar om bijvoorbeeld in Parijs in de diverse jazz muziek gelegenheden te spelen op de Champs-Élysées, zoals ook diverse Amerikaanse muziek dat hebben gedaan en nog steeds doen? Ja, natuurlijk lijkt me dat mooi en leuk om meer te spelen en op wat gerenommeerdere plaatsen te spelen. Of dat nou per se Parijs moet zijn op dit moment weet ik niet. Maar in ieder geval in Amsterdam zijn er ook wel plaatsen. Maar ja, goed, dat is een kwestie van, ja, ik heb me ook een beetje bij neergelegd dat ik, dat ik dingen doe die ik doe en, ja, band die ik heb, vind ik zelf nog steeds, die is nog zo in ontwikkeling. Dat is, om daarmee te concurreren met professionele bands, dat is gewoon moeilijk. Dan moet je zo ontzettend veel tijd, heb je daarvan nodig om dat te onderhouden. Dus ik hoef me een beetje tevreden stellen met wat ik nu doe. Danse to the music, wordt er op uw muziek of op de muziek van uw band ook weleens gedanst? Of, en zou u dat wensen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als mensen dansen op uw muziek, dus dat is een antwoord op de vraag van of ik dat zou wensen. Als mensen dansen op uw muziek, dan betekent dat dat ze de muziek hun niet doet. Dus dat is, dat is leuk en goed en fijn en positief. Het gebeurt ook wel eens, zowel op straat, dat mensen een beetje beginnen te bewegen, te dansen. Dat en gewoon ergens optreden dat de mensen zo wat beginnen te dansen. Ik denk, het is niet echt de dansmuziek wat we spelen, hoewel er dingen in zitten die er iets mee te maken hebben. Er zit een tammo in, er zit een sambar-achtig iets in. Maar tegelijkertijd blijft het toch, het is niet echt dansmuziek. Maar er zit wel, er zit wel, we willen er wel een ritme in hebben. Pananchin heeft gezegd, there is too much fat in dance. Hij bedoelt te veel tirrelateintjes en te veel versieringen die de aandacht van de essentie afleiden. Vindt u dat je dat in sommige soorten muziek ook kunt zeggen? Ja, ik denk dat dat wel zo is. Er is in heel veel wat wij hebben, ja cultuur bestaat voor een heel groot deel uit versieringen vaak. Ook omdat cultuur ook een manier is om je te onderscheiden. Dus laat je dingen horen om te laten zien hoe mooi het je allemaal niet kan maken. Nou, dat zijn allemaal versieringen die vaak misschien niet helemaal te zaken doen. En ja, ik luister op dit moment weer heel erg veel naar wat elementaire soorten muziek uit Afrika, Spanje, flamenco-achtige muziek. En ik moet zeggen dat daar heb je, daar voel je iets in waarvan je vaak denkt, in heel veel andere muziek denk je van ja, het lijkt wel naarmate mensen professionele muziek gaan maken en meer en meer over gedacht is dat er ook iets verloren gaat. Ja, dat speelt zeker een rol. Ja, heel elementaire dingen doen, dat is misschien wel het aller moeilijkste wat er is. Houdt u behalve van muziek misschien ook van beelden, de kunst en literatuur? En wat vindt u van de schrijvers Montatulli, Willem-Frederick Hermans en Gerard Reven? Ja, ik vind, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind als je alleen maar naar één ding kijkt, dat zou voor mij niet genoeg zijn. Ik moet wel zeggen dat de wereldende kunst heb ik aanzienlijk minder aanraking mee dan muziek en literatuur. Literatuur, ja ik ben de harmonicus van afkomst, dus die keuze die heb ik ooit gemaakt. Dus ik ben Nederlands gestudeerd, die keuze die heb ik voor een deel ook gemaakt omdat literatuur me iets deed. En literatuur is eigenlijk nog steeds een deel van mijn bestaan. Ik schrijf ook zelf dingen. Ik maak een eigen blaadje ook. Overal zoek ik zo'n beetje mijn eigen podium aan, zo maar te zeggen. En ja, dus dat is een gebied wat dichter bij me ligt. Maar ik vind beeldende kunst ook wel interessant. En ik heb wel, ja goed, als ik zo vaak op vakantie ofzo in de musea kom, vind ik het ook erg interessant. En ik probeer altijd, ik ben nu altijd een beetje cultuurhistorisch. Dus dat vind ik wel interessant daaraan om verbanden te leggen. En te zien hoe de ontwikkeling in het ene land gegaan is. Dus dat is ook zo'n kunstgebied, ook een verschillende overeenkomsten. Dat vind ik interessant. En ja, en dan maar die schrijvers. Ja, maar Notatuli, Notatuli is ook zo'n reus. Het maakt eigenlijk niet uit waar hij over schreef. Wat dat betreft zijn zijn ideeën misschien het interessantste. Deel na deel na deel waarin hij over alles schreef wat hij tegenkwam. En daarin een soort, dat werd een soort verhaal op een gegeven moment. Dat is eigenlijk erg boeiend. Hoewel, ja kijk, een doorlopend verhaal nodig altijd wat meer uit hem door te lezen. Maar dit is ook erg erg, dit is interessant. En blijft ook op elk moment een ding. Kun je meer van, ja hoe liggen die verbanden van dit. Alles vonden met elkaar in verband. Dat is interessant aan zo'n soort schrijver. En ja, bovendien stond hij ergens voor. Dat was natuurlijk ook belangrijk. Ja, en dan hebben we Van Dreven en Herman. Ze zijn toch een, vind ik een beetje een ander soort schrijvers. En Van Dreven weet ik niet. Want hij heeft natuurlijk prachtige dingen geschreven. Maar het is niet echt mijn schrijver. En het mooiste van hem vind ik eigenlijk. Zo zijn eerste brieven, dus ik doe op weg naar het einde. En namen tot u, ik begin een beetje te haspelen. En ja, Herman vind ik het interessant. Zoals brompelt eigenlijk. Brommend over alles. Tegen de literatuur aanschoppend. En ook op veel gebieden geen gelijk hebben. Maar toch altijd dat gelijk claimen. En ja, hij was een goede, hij was een verhalenverteller. Hij heeft ook echt onzin geschreven. Maar hij was wel een verteller. En zijn moraal is interessant. De afwezigheid van moraal. Dat zijn interessante dingen bij hem. Dus je moet iedere schrijver proberen op zijn waarde te zetten. Dan worden ze interessant. In het context van de literatuur, van de tijd, van alles. ZANG EN MUZIEK. 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 ZANG EN MUZIEK. MUZIEK. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В это не так хочешь norteamerğinю. Прям со стороны. Мед Dynamic Success is очень лепит Programs. И они тоже много более лиры. Например, я хочу сказать, что я так поздно открыт. Ты чего-то у тебя саксофонисты и тромпетисты Источки, когда-нибудь из других игроков Источки у вас меньше, чем у других игроков и другого игроков. И это сделает иметь нечто, что они у них меньше, чем у них лучше. Другие игроков и брокисты, чем у них нет. Ну, Рон, Тенорсаксофонист в мэн бэн, он вообще очень хороший парень. Золан я занимаюсь с музыкалью, я занимаюсь с музыкалью. Я очень рада, что он в мэн бэн спеет. И дальше... У нас есть что-то, 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 куда-то, 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 куда-то. Но мы играем очень раз. Рон имеет более ауэ, блузи, блузи, блузи-бенадерин в муське. И я делаю много гриллеров, и что-то не будет, что-то не будет. И, да, что-то. Это невероятная компания в сеть в России. Можем ли мы вас еще раз вопрос о выборах? Как это может быть из «Поги и Без», или «Веслайдсторий», или «George и Фидебэль» или «Черико»? Субтитры создавал DimaTorzok «Поги и Фидебэль» 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 «Черико» «Поги и Фидебэль» 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 «Он. «Date» «+,heb вид» «Абви» «Бегыв» «Бегугier» Он был в издательной группы на альтернативной группы, который был в нашей группе, который был в мире из музыкопсов. Он был в издательной группы из Банг. Сутинаанс Оркест, можно сказать, где они все две спелы. И поэтому Эрик в группу в группы. Эрик, это очень хорошо, чтобы, в основном, Но это очень, очень вкусно, вкусно и очень вкусно. Я специалился в том, что это латейнс-амоликаанское чувство, в том числе очень много работы. И мы с педагогом сталкиваемым, Петер Хейнsen. И в неделю из-за того, что он не мог уйти в городе, потому что он был везде, и уже был очень много времени с поделом. Он мог управляться с прошлым концертом. И для него было очень удивлено. И для них было бы очень жаль. Но это не так было. Мы уже остались на новый гитарист. Это было несколько проблем в бенде, чтобы гитаристы было в виду. Ну да, да, есть еще немного в гат, но это было позже, когда гитаристы были. Это был бенде, сейчас. момент специально список найти настой немного но мы что я хочу и 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 в связи, в связи с вторым вопросом, что я думаю, что это интересный для того, чтобы искать более открытые структуры и формы в музыке. И это очень интересно. И в том, что в музыке структуры, все начинает дать на очень хорошее формы. И я бы хотел искать контекст для того, чтобы создать еще что-то. Я думаю, что в этой группе я очень известна. Я думаю, что это может быть разные отношения. А то, что я думаю в эфир в течение, что я думаю. Есть две вещи, кого я думаю. И это серьезно, их можно более общество, которые в каждом вязке, то есть, что мне кажется, что они имеют вмешательство для кемового человека. То есть, не очень вастая структура, но более более удобно обучение в музыке и не один человек, Солопис, но они там обе губы. То есть, да, это немного такой форм, но потом материалы из других культурных инвалсов. И смотреть как они там могут работать, как они могут работать, как они могут работать и как они могут работать. И также, как они могут работать с другими инструментами, это очень хорошо. И, то есть, что делать, что мне вотavas сделать. Что я надеюсь, что это было много разных вещей. Это две вещи, которые мы хотим. И в более театральной направлении, это тоже. Это тоже те вещи, которые мы хотим. Латериэй, латериэй, дамит у вас в этом интервью. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА